Добрый день, в эфире новости в студии Екатерина Крепшева. Выборы в Югре идут в штатном режиме. Об этом заявил председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев. На участках отмечается большое количество желающих отдать свой голос за будущего президента страны. Поэтому участковые комиссии работают в полном составе, а для удобства избирателей установлены дополнительные урны. Участки для голосования распахнули свои двери в 8 часов утра. Их работа началась с исполнения государственного гимна России. А на некоторых участках его сыграли вживую. Атмосфера на избирательных участках праздничная. У нас на одном избирательном участке избиратель пришел в костюме чебурашки. Это уже наш, наверное, культурный российский, один из культурных российских символов. И создал праздничную атмосферу на участке. Все обратили на это внимание. Воспользовался он в соответствии с законом своим правом. Предоставил паспорт и членам участковой избирательной комиссии показал свое лицо. Поэтому здесь вся процедура была соблюдена. Выстроились в очередь. Самый крупный муниципалитет Югры сегодня показал активность с самого утра. Еще до открытия участков, а их в Сургуте 130, возле них собрались люди, чтобы первыми исполнить свой гражданский долг. Вместе с ними сейчас на самом большом избирательном участке находится наша съемочная группа. Ольга Придохова выходит на связь со студией. Оля, привет. Расскажи, как стартовал первый день голосования. Добрый день, Екатерина. Это Аркуш из Сургута. Светлана и Дмитрий, медики из Сургутской станции скорой помощи, они работают и живут в Сургуте более 25 лет. Обязательно эта традиция, это обязательная процедура, важная процедура, на мой взгляд. Ведь выборы – это возможность проявить себя и участвовать в будущем нашей страны. В избирательной комиссии говорят, что сегодня активность сургутян особенно высока. С утра приходят те, кто торопятся на работу, на учебу или отводят детей в детские сады и школы. Какой вы хотите видеть нашу правильность? Процветающий, растущий и развивающийся, главное сплоченный и стабильный. Выборы – это важно, это наше будущее. Мы каждый раз участвуем в выборах, причем стараемся это делать всей семьей. Традиция, мне кажется, у нас еще родители к нам прививали. Этот избирательный участок находится неподалеку от здания администрации города. Андрей Филатов, глава Сургута, по традиции выбирает его для того, чтобы исполнить свой гражданский долг. Сделал он это и сегодня, и по традиции старается быть в числе первых. Это реальное определение будущего. И, наверное, чтобы быть полностью сопричастным с ним, иметь право оценивать его, критиковать, где-то поддерживать, точно надо в этом участвовать. Избирательные участки открыты до 20 часов вечера. Свой выбор, напомню, можно сделать сегодня, завтра и послезавтра. Мы тоже спешим это сделать сразу после прямого эфира. Спасибо, Ольга. Председатель общественной палаты Югры проголосовала на выборах президента. Алсу Маганова посетила избирательный участок сегодня рано утром, чтобы одной из первых выразить активную гражданскую позицию. Кроме того, она курирует работу общественных наблюдателей. Они говорят, что атмосфера на участках по всей Югре праздничная. Большое количество людей приходит голосовать семьями. Также югорчане высказались о трехдневном голосовании. По их словам, такой запас времени удобен и позволяет обдуманно подойти к выборам. Мы имеем возможность располагать своим временем, строить свои планы. И это не один день воскресенья. Мы можем уделить этому внимание в пятницу, в субботу. В воскресенье кому как удобно. Есть возможность провести время со своей семьей, доделать основные какие-то текущие дела. Ну и, конечно же, не оставить без внимания важные события в нашей жизни. Это очень хорошая история, потому что на моей памяти впервые такое. И мне кажется, это очень правильная практика, потому что большему количеству людей удастся в удобное время проголосовать. Обеспечить безопасность выборов на 734 участках избирательных – привычная задача для всех служб Югры. От медиков и спасателей до силовиков. Их работа началась задолго, до первого дня голосования. Проверки на пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, тренировки эвакуации. В основном из этого и состояли будни силовиков последние пару недель. Ближайшие три дня полицейские и сотрудники МЧС также проведут на избирательных участках. Подробности в материале Антона Войтовича. Выборы – ответственное время не только для членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, но и для силовиков. Подготовка началась задолго, до начала голосования. Для полиции и Росгвардии – это тщательные проверки участков со служебными собаками и спецсредствами. В Урале, например, выборы традиционно проходят в школах, учреждениях культуры и спорта. Обследовать надо было каждый уголок. Традиционно объекты спорта уже в который раз являются местом проведения выборов. Это четыре объекта – звезды Югры, спортивный зал «Смена», дворец спорта «Старт» и дворец «Фоколимп». На этих спортивных объектах предварительно проведено обследование. Два сейфа. В данном сейфе у нас находятся бюллетени и будут по концу каждого рабочего дня складываться сейф-пакеты уже с теми бюллетени, которые были в Толсоване на дому проведены. Все у нас здесь опечатывается. С вчерашнего дня все помещения, участки, избирательная документация были взяты под охрану. В задачах силовиков также следить за соблюдением закона о предвыборной агитации. А в трехдневный период выборов агитация, напомню, запрещена. О выявленных фактах сообщать членам избирательных комиссий. Впрочем, пока все штаб. В боевой готовности находятся и сотрудники МЧС Югры, спасатели готовы к любым нештатным, чрезвычайным ситуациям. Их зона ответственности – это пожарная безопасность объектов. Все объекты были специалистами МЧС России проверены на предмет обеспечения пожарной безопасности. Это проверка по всем направлениям, начиная от работы автоматических систем пожарной безопасности, таких как сигнализация, оповещение, дымоудаление, где есть тушение. И уже завершает все инструктивными беседами с персоналом и практическими тренировками по эвакуации и так далее. На всех объектах организовано дежурство сотрудников, специалистов МЧС России. Стоит отметить, что все 734 избирательных участка оснащены камерами видеонаблюдения. При этом 510, подключенные к порталу Ростелекома, будут транслировать работу комиссии в режиме онлайн. А еще 234 оснащены системами видеорегистрации. Антон Войтович, Телеканал Югра. На избирательных участках предусмотрены все условия для югорчан с ОВЗ. На каждом избирательном участке работают по два волонтера для помощи людям с инвалидностью. Для югорчан с нарушением слуха предусмотрена возможность связаться в режиме онлайн с трудопереводчиками, которые помогут объяснить важную информацию. Для избирателей с нарушением зрения предусмотрены специальные трафареты и информация о кандидатах увеличенным шрифтом. Отмечу, что для граждан с ОВЗ на избирательных участках есть отдельная кабинка для голосования, в которой предусмотрены комфортные условия для этой группы населения. На избирательном участке полностью соблюдены все условия для лиц с ограниченными возможностями. Есть пандусы электрические, которые поднимают по ступенькам, есть азбука браули и, соответственно, есть звонок. Если что, если какая-то помощь потребуется, помимо этого мы автоматически сразу же встречаем лиц с ограниченными возможностями. В России стартовал первый день выборов главы государства. Югорчане, начиная с раннего утра, активно посещают избирательные участки. Событие для страны очень значимое, а для кого-то оно стало первым в жизни. С одного из избирательных участков Нижневартовска передает Михаил Светошев. В Нижневартовске открылось более сотни избирательных участков. А именно на этом впервые исполнила свой гражданский долг студентка Валерия Лебедева. Лера, с каким чувством вы пришли на избирательный участок и как вы готовились к этому? Это очень волнительно для меня, это впервые. Эта традиция пошла из детства, я с самого детства с родителями ходила на избирательный участок. И теперь я стала взрослой и мой голос тоже важен для России. Валерия учится на втором курсе Нижневартовского государственного университета. Будущий журналист. А сегодня она стала действующим избирателем. Валерия, мы поздравляем тебя с твоим первым выбором, очень важным выбором. Это выборы президента Российской Федерации. Мы дарим от нашей участковой избирательной комиссии вам вот такой вот браслетик, календарик. Символикой, символикой, кстати, выборов наших. Дальше лотнотик, значок и флажок. А самое главное, мы вручаем вам диплом впервые голосующим. На этом избирательном участке помимо Валерии примут участие впервые в голосовании еще семь молодых вартовчан. Михаил Святышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Это ее первый, самый крупный подарок в жизни. Жительница поселка Барсово Сургутского района выиграла квартиру в викторине достижения «Югры». Прочитав СМС после активации уникального номера у волонтера викторины, Юлия Пермякова не поверила своим глазам. Заветный текст «Поздравляем, вы выиграли квартиру» перечитала несколько раз. Женщина долго мечтала о собственной благоустроенной квартире. «Я сама не ожидала, что я выиграю. Хотя сын говорит, наверное, ничего нету. Просто так, может, это самый. Нам никогда не везет жизни, но нам повезло. Первый раз в жизни, что я выиграла эту квартиру. Я везде, всюду участвую, но мне никогда ничего такого не перепадало в жизни. У меня жилья нету под старостью, хоть я в этой благоустроенной квартире проживу радостью и счастьем. Вот по старости лет. Молодости не имела, 40 лет. Квартира никакой, деревяшки жила. А по старости, может, нормальное, хорошее жилье будет». Еще одна счастливая обладательница новой квартиры Александра Симонова из Нягани. Когда она нашла в пункт активации уникальных номеров, муж в шутку сказал, без квартиры не возвращаясь я, Александра, сама того не ожидая, исполнила его просьбу. Александра работает старшим администратором городской поликлиники. «Я до сих пор не верю, если честно. Я подумала, что это розыгрыш. Но это реально... Я выбрала походу за квартиру. Но я пока еще ее не получила. Но, тем не менее, я в очень большом удивительном шоке». У меня на этом все. Далее на телеканале Югра прогноз погоды и коммерческая информация. «Отпица»